Дети-сироты, а также оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от квартиры. Их дали в Красноармейском районе, в поселке Миаске. Сколько человек отметили новоселье, знает только Гаврилюк. Детскую кровать поставим, телевизор повесим новый. И здесь диван угловой зайдет у нас хорошо. Павел Орешин уже решил, каким будет интерьер новой квартиры. Ее с женой Анастасией они ждали целых три года. Теперь в собственных 34 квадратах, модные обои, линолеум, натяжные потолки, большая ванна и плита. Вот, работает. Теперь от жены ждем пирогу. Жена Павла Анастасия Малкова с 15 лет жила в интернате, в 18 встала в очередь на квартиру. Сейчас ей 21. У семьи есть полуторагодовалый сын Степан и дочка на подходе. Поэтому своя квартира как нельзя кстати. Я думаю, через месяц заедем. Сейчас как мебель прикупим новую. Телевизор новый. Ну, не состреем уже. Новую квартиру. Хорошо, так как раз маленькие родители у нас в апреле и въедем. В доме номер 12 по улице 40-летия Победы, села Мяскова, праздник. Из окон доносится музыка, слышится детский смех. Новоселами стали полсотни человек. Именно в этой новостройке на пять этажей приобрели новенькие 55 квартир. Включая 25, вручили еще вчера. Сегодня оставшиеся 30. Минимальная площадь здесь 23 квадратных метра. Максимальная 34,5. Она предназначена для больших семей. Инфраструктура здесь развита. Недалеко детский садик, общеобразовательная школа. Во дворе уже заканчивают все ремонтные работы. Скоро здесь появится детская площадка, лавочки и малые архитектурные формы. Квартиры дают по договору соцнайма на пять лет. Если жильцы докажут свою состоятельность и не будут копить долги за коммуналку, квартира перейдет в их собственность. Мы учли уроки предыдущих периодов. И сегодня их консультируем в этих вопросах. Что можно на оплату коммунальных услуг и на содержание жилья получить субсидии из областного бюджета. И весь этот порядок им приходится разъяснять. В этом году на покупку квартир для детей-сирот только в Красноармейском районе потратят 56 миллионов рублей. Мы понимаем, что это не в полном объеме. Закроет ту потребность, которая есть. А по Красноармейскому району это 153 человека. Но, тем не менее, это существенный прорыв для именно этого муниципалитета. То есть будет возможность в случае, а я думаю, что они эффективно, приложат все усилия для эффективного расходования данных средств. Это позволит на треть сократить ту нуждаемость, которая есть. Всего в 2020 году в регионе на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот предусмотрено 737 миллионов рублей на покупку 777 жилых помещений. Ольга Гаврилюк, Надежда Головина, ОТВ.